Фотоаппарат во времена молодости участников программы «Активное долголетие» был доступен далеко не каждому, однако интерес к этому виду творчества был у многих. Сейчас, когда и свободного времени достаточно, и фотография стала доступнее, участники кружка с удовольствием встречаются, чтобы развивать свое хобби. Человек на пенсии не работает. Где им пообщаться? Вот приходится или с командой общаться, и вот с ребятами общаться. Мы же все выставки делаем, помогаем Володе. Ну а как по-другому? Ну и какого опыта набираемся. Хотя у меня есть тоже цифровой, но это, как говорится, на дурака рассчитанное. А профессиональный, конечно, это тяжело. Фотокружок при историко-культурном центре был создан совсем недавно. Это лишь второе занятие его учеников. Ведет курс, краевед и профессиональный фотограф Владимир Меньшов. Встречи проходят два раза в месяц и доступны всем участникам губернаторской программы «Активное долголетие». Сейчас почти только ленивый не фотографирует. Если раньше только смена нужна была для того, чтобы снимать, а сейчас можно любым телефоном снимать. Но для того, чтобы снимать любым телефоном и чтобы фотография осталась на память и еще приносила что-то хорошее, нужно, как бы сказать, почувствовать кадр и знать некие законы вот этого кадра. Первое занятие было посвящено введению в историю искусства. На этой встрече участники кружка разбирались в видах и моделях фотоаппаратов. Прежде всего фотоаппарат – это, как сказать, оптико-технический и электронный прибор на сегодняшний день. Вот так звучит. Раньше он назывался просто оптико-механический, а сейчас оптико-механический и еще электронный, поскольку вошла в моду цифровая фотография, то есть она заменила аналоговую фотографию. Я раньше этим фотоаппаратом не занимался, но так вот Владимир Степанович рассказывает, очень интересно послушать. Познавать всегда очень интересно. И даже если что-то знаешь, а другого черпаешь еще больше. Пока в кружке участников немного, но руководитель направления надеется, что команда расширится, ведь в планах разнообразная и обширная программа. Выезжать на съемки и практиковать полученные знания. А следующее занятие будет посвящено изучению принципов построения композиции. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.